Апрель 1912 года. Американский журналист и писатель Морган Робертсон и его друг Сэм Клиффорд собираются покинуть берега Англии и вернуться домой в Нью-Йорк. Решив не экономить на дальнем путешествии, они резервируют билеты на новый и очень престижный трансатлантический лайнер «Олимпик». 10 апреля 1912 года молодые люди прибывают в порт. До отправления несколько минут и нужно спешить. Но неожиданно Робертсон наотрез отказывается подняться на борт. Причина смешна. В порту пришвартован не «Олимпик», а точно такой же корабль, но с другим названием. Все заверения Клиффорда, что этот лайнер – самый современный и надежный в мире корабль, бесполезны. Робертсон не только сам отменяет поездку, но и препятствует путешествию друга. Однако Клиффорд направляется к трапу. Единственное, что успел сделать Робертсон – передать другу книгу собственного сочинения. Вскоре о ней заговорит весь мир. Роман назывался «Крушение Титана». В ночь на 15 апреля 1912 года «Титаник» содрогается от страшного удара. Обеспокоенные пассажиры всматриваются в иллюминаторы. Только один человек на «Титанике», как ни в чем не бывало, продолжает сидеть в кресле и читать книгу. Саму Клиффорду не нужно вглядываться в ночной атлантический мрак, гадая, что же произошло. Он и так знает – корабль натолкнулся на айсберг, и вода начинает один за другим заливать герметичные, как уверяли инженеры, отсеки. Обо всем этом написано в книге «Крушение Титана», которую подарил Клиффорду писатель Робертсон. Этот гигантский корабль «Титан» из книги оказался, как две капли воды, похож на реальный «Титаник». Однако самым странным было то, что Робертсон сумел не только точно описать трансатлантический лайнер, но также все детали самого путешествия. В романе упоминалось несколько десятков персонажей, гостей выдуманного корабля. Когда Клиффорд сверил эти фамилии со списком пассажиров «Титаника», то не поверил своим глазам. За 14 лет до первого путешествия самого большого корабля в мире Робертсон каким-то образом узнал, кто отправится в этот рейс. Самым страшным для Клиффорда было обнаружить на страницах романа свое собственное имя. Его литературная тезка погибает при крушении «Титана». Поэтому Клиффорд был уверен, что тоже обречен. И, возможно, поэтому даже не старался спастись, когда началась паника. Книга Моргана Робертсона не первый и не последний случай, когда писателям-фантастам с удивительной точностью удавалось предсказывать будущие события. 21 декабря 1968 года с американского мыса «Канаверал» стартует космический корабль «Аполлон-8». Три астронавта совершают первый в истории человечества пилотируемый полет к Луне. Сначала все идет нормально. Однако, когда корабль выходит на земную орбиту, возникают первые технические проблемы. После отделения ступени ракеты-носителя она приближается к кораблю на опасное расстояние. Чтобы избежать рокового столкновения, включаются резервные двигатели. Кажется, угроза аварии миновала, но вскоре выясняется, что это только начало серьезных проблем, которые могут привести к чудовищной катастрофе. Пуск резервных двигателей вызвал изменение орбиты, и автоматика не смогла справиться с управлением корабля. Возникает реальная опасность, что «Аполлон-8» пролетит мимо Луны, и тогда астронавтов ждет неминуемая смерть в космическом вакууме. Члены экипажа обратились к Фрэнку Борману с тем, чтобы закончить полет и вернуться к Земле. Но он сказал, что можно продолжить полет к Луне. Тогда астронавты потребовали, чтобы он нам объяснил причину своей уверенности в том, что полет будет безопасным. И тут он им ответил, что объяснит только тогда, когда они вернутся на Землю. А в том, что они вернутся на Землю, он был уверен. Астронавтам остается лишь подчиниться командиру. Фрэнк Борман оказался прав. «Аполлон-8» полностью выполнил свою миссию. Корабль облетел Луну несколько раз и благополучно вернулся на Землю. Когда все волнения были позади, астронавты решили устроить праздничную вечеринку в доме Фрэнка Бормана. И там открылась тайна фанатичной уверенности командира, что космическая миссия «Аполлона-8» окажется успешной. Своим гостям Фрэнк Борман прочитал выдержки из романов Жюля Верна «Из Пушкина Луны и вокруг Луны». И там были поразительные совпадения. Вплоть до того, что совпадали массы кораблей. Там 30 тонн и в реальности 30 тонн. И в романе летело 3 человека. И в реальности облет Луны совершало 3 члена экипажа. Изумление вызывало и то, что писателю каким-то образом удалось угадать не только страну, которая первая отправит человека на Луну, но и точное место, откуда начнется это эпохальное путешествие. Штат Флорида. Первых путешественников к Луне пророческая фантазия Жюля Верна благополучно вернула на Землю. Поэтому командир Аполлона был уверен, их путешествие также закончится хорошо. Интересно, что один из гостей подошел к Фрэнку Борману и попросил у него на время почитать книги Жюля Верна. Это был Нейл Армстронг. Менее чем через год он станет первым человеком, кто пройдет по поверхности Луны. Согласно исследованиям, из 108 пророческих открытий Жюля Верна только 10 остаются за гранью реальности. Другой классик научной фантастики Герберт Уэллс сделал 86 прогнозов и в 77 случаях попал в точку. Уэллсу удалось предвидеть появление атомного и бактериологического оружия, телевизора, искусственного оплодотворения, методику внутривенного введения питательных веществ и многое другое. Пророческие романы русского фантаста Александра Беляева, голова профессора Доуэля и человек-амфибия предсказали аппарат искусственного кровообращения, трансплантацию органов и многие другие изобретения, которые в то время казались фантастикой, но уже через несколько десятилетий стали реальностью. В 20 веке поразительная способность писателей-фантастов предсказывать будущее заинтересовала спецслужбы. Все это началось летом 1944 года, когда домой к начинающему писателю, фантасту, к Ливу Картмелу, пришли агенты ФБР и устроили ему допрос с пристрастием, а также обыск. Их целью было получить информацию, каким образом в руки Картмела попала секретная документация по разработке ядерного оружия. Всему виной был фантастический рассказ Картмела «Крайний срок». В нем автор удивительно точно описал технологию изготовления атомной бомбы. Агенты ФБР пытались узнать, каким образом в рассказ фантаста попали секретные термины «цепная ядерная реакция», «уран-235» и «тяжелая вода». Картмелу грозило обвинение в шпионаже, а это в условиях военного времени смертельный приговор. От электрического стула, появление которого, кстати, предсказал другой литератор Жюль Верн, Картмела спас Джозеф Кэмпбелл, издатель журнала, где был опубликован злополучный рассказ. Кэмпбелл, известный писатель-фантаст, был лично знаком с президентом США Франклином Рузвельтом. Вмешательство президента избавило Картмела от обвинения в шпионаже. Писатель был свободен, но удивительное дело, он не захотел покидать застенки ФБР. Картмел возглавил в ФБР специальный отдел, который занимался изучением всей научно-фантастической литературы. В их задачи входило отслеживать упоминания о научных открытиях, технических изобретениях, а также возможные предсказания социальных изменений и природных катаклизмов. Подобные аналитические отделы и сейчас существуют в спецслужбах разных стран мира. Помимо печатной продукции, их сотрудники исследуют не только научно-фантастические книги и журналы, но также кино и видеопродукцию, ресурсы интернета. С недавних пор доклады этих исследовательских центров становятся все более пугающими. Анализируя современную фантастику, в которой в том или ином варианте используется мотив конца света, как правило, они приходят к выводу, что нашу планету, возможно, ждет катастрофа. И катастрофа эта произойдет в ближайшем будущем. Но насколько можно доверять таким выводам, как и, собственно, предсказаниям современных фантастров, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разгадать тайный механизм фантастических предсказаний. 1575 год. Франция. Вот уже 10 лет, как прах самого прославленного в истории предсказателя Мишеля Нострадамуса покоится в одном из храмов города Салона. Но его слава не дает покоя многим. И в первую очередь сыну Нострадамуса, который носит то же имя, что и его великий отец. Мишель Нострадамус-младший уверен, вместе с именем и фамилией он унаследовал и пророческий дар отца. Мишель жил тогда в городе Пузен. И на основании своих вычислений он пришел к выводу, что город сгорит дотла 22 июля 1575 года. Но в тот день в городе не было ни одного пожара. И для того, чтобы спасти свою репутацию предсказателя, он пробрался на городской пороховой склад и поджег его. Те жители Пузена, которые выжили после пожара, по достоинству оценили пророческую деятельность Нострадамуса. Он был казнен на виселице, сколоченной из спасенных от огня Доса. Несмотря на трагичность собственного финала, Нострадамус-младший все же вошел в историю и научил многих, что если пророчества не исполняются, то самим пророкам следует приняться за дело. Инженеры замечательные читают фантастику и принимаются к сведению. Их мысль начинает работать в этом направлении. То есть фантасты дают стимул инженерной мысли. 10 декабря 1964 года. В Стокгольме проходит церемония награждения нобелевских лауреатов. Советским ученым Басову и Прохорову обручают высшую награду по физике за изобретение лазера. Готовясь к этой церемонии, один из ученых был вынужден несколько раз менять текст официального выступления. Жесткая советская цензура нещадно вычеркивала строки, в которых Прохоров благодарит за помощь в изобретении лазера писателя-фантаста. Еще в 1927 году писатель Алексей Толстой опубликовал фантастический роман гиперболойт инженера Гарина. Толстой не только составил безупречное с научной точки зрения описание удивительного изобретения, но даже привел чертеж гиперболойта. Оружие, от которого не спасает ни мощная броня танков и кораблей, ни толстые железобетонные стены крепости. Эта книга убедила молодого ученого Александра Прохорова в возможности создания такого устройства. Другой фантаст Жюль Верн приучил людей к мысли, что рано или поздно им покорятся и космическое пространство, и глубины океана. После прочтения романа Жюль Верна «20 тысяч лье под водой» Жак Ив Кусто и решил создать свой автономный дыхательный аппарат. Результатом его исследований и стал акваланг. По мнению современных фантастов, уже в ближайшее время наука и техника позволят осуществить самые заветные мечты человечества. После публикации одной из статей известного писателя-фантаста Артура Кларка, тысячи людей бросились осуществлять фантастическое предсказание на практике. Согласно прогнозу Артура Кларка, человек сможет стать бессмертным уже в этом столетии. И в этом веке уже есть, пусть еще не очень большие, но реально существуют возможности улучшения себя и своей жизни с помощью новых технологий. Для продления своей жизни ищущие бессмертие применяют специальные синтетические препараты, которые активизируют умственные и физические возможности человека, а также позволяют практически обходиться без сна. Большинство подобных препаратов еще не признаны современной медициной, и люди применяют их на свой страх и риск. Однако многие почитатели фантастики уверены, у человека есть шанс на бессмертие, даже если он мертв. Главное, чтобы труп как можно быстрее после наступления смерти был помещен в капсулу с жидким азотом. Когда наука найдет способ воскрешать людей, тела разморозят и вернут к жизни. Первое в России криохранилище, где заморожены искатели бессмертия, открылось несколько лет назад. Сейчас это настоящая ледяная мекка для тех, кто верит прогнозам фантастов. Я клиент криофирмы, у меня подписан договор, и я крионировала свою умершую маму, которая умерла 5 сентября этого года. То есть я отпечатаю свои слова и убеждена, что это правильно. Также клиентом криофирмы является моя старшая дочь. Младшая, она теоретически согласна, но договор еще не подписала. Удивительно, но на создание науки о замораживании крионики ученок вдохновило творчество русского поэта. Эттингер, когда писал книгу «Перспективы бессмертия» о крионике, он ссылался на Маяковского. И действительно, идея основана именно на такой технологии. То есть идея ханабиоза, когда можно человека сохранить, и через какое-то время он проснет, ну, по сути, проснется, то есть его вернут к жизни. Жаждущие бессмертия надеются, что в будущем их разморозят и оживят. Как поступили с Присыпкиным, героем пьесы Маяковского «Клоп». Но нам не нужно бояться апокалипсиса. Ведь любители фантастики будут реализовать только полезные пророчества писателей. Однако все новые и новые факты подтверждают, что предсказания фантастов могут исполняться, даже если остаются в тайне от всех. 1994 год. Франция. Правнук Жюля Верна находит неизданную рукопись своего гениального предка «Которая все это время считалась утерянной». В романе «Париж в 20 веке» Жюль Верн описывает световую рекламу, телевизоры, которые показывают бесконечные пьесы, машины, работающие на двигателе внутреннего сгорания и гигантские автомобильные пробки, парализующие столицу. Вскоре французские журналисты установили, что в 1994 году был опубликован сокращенный вариант романа. А в полном варианте романа Жюль Верн показывал, что в конце 20 века ученые научатся управлять так называемыми живыми атомами, ответственными за наследственность растений и животных. И более того, они научатся скрещивать гены растений и животных. И на примере томата показывал, что будут созданы такие растения, которые даже в снегах при любой погоде будут давать огромные урожаи. Жюль Верн писал, что благодаря таким искусственным растениям в будущем удастся накормить всю планету. Однако через несколько десятилетий после наступления продуктового изобилия ученые сделают страшное открытие. Приготовленная из подобных растений пища очень опасна для человека. Со временем она вызывает страшное заболевание, которое фантаз назвал скоропостижная старость. За считанные дни молодой человек превращался в дряхлого старика и умирал. По иронии судьбы, когда роман Жюля Верна готовился к печати, на прилавках магазинов появляется первый в истории человечества трансгенный продукт – томат. Ученым удалось изменить его генетический аппарат, благодаря чему томат стал невосприимчив ко многим заболеваниям. Публикация последнего романа Жюля Верна могла серьезно подорвать репутацию генно-модифицированных продуктов. И именно поэтому он был выпущен в сокращенном варианте. Сейчас планируется публикация полного варианта романа. И я думаю, что именно после этого Европа будет вынуждена отказаться от всех генно-модифицированных продуктов. 16 июля 1945 года. Секретный военный полигон в штате Нью-Мехико. Военные люди в штатском наблюдают в бинокле невзрачное сооружение, похожее на водонапорную башню. Глаза людей закрыты солнцезащитными очками, но даже эти толстые черные стекла не защищают от ослепительной вспышки. Нелепая башня исчезает. Ее место занимает гигантский огненный шар, взлетающий в небо. Над военным полигоном поднимается гриб атомного взрыва, первого в истории человечества. После первого удачного испытания отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер произнес по свидетельству современников цитату из индийской поэмы «Бхагавадгита». Эта цитата, если я не ошибаюсь, звучит так. «Я – смерть, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому». В этой поэме, которая, кстати, была написана более двух тысяч лет назад, Роберт Оппенгеймер нашел описание атомной войны и страшных разрушений, которые несет применение атомного оружия. Чтобы суметь прочитать «Бхагавадгиту» в подлиннике, Оппенгеймеру пришлось выучить санскрит. В начале 30-х годов физика заинтересовала новое пророческое произведение. В романе, увидевшем свет в 1914 году, Герберт Уэллс описывает мировую войну с использованием атомных бомб. Фантаст не только каким-то образом угадал, что атомный взрыв будет похож на извержение вулкана, образующее гигантский гриб из огня и дыма. Ему удалось также предвидеть и последствия применения ядерного оружия. Из романа Герберта Уэллса «Освобожденный мир» поля сражений и области воздушных бомбардировок той сумасшедшей эпохи в истории человечества содержат в себе радиоактивные вещества и являются таким образом центрами вредных излучений. А что такое фантастика? Фантастика – это сценарий. Таким образом фантастика и прогностика, они очень близки друг к другу, и фантасты наделали очень много изобретений, прогнозов. Но если фантасты способны улавливать основные тенденции будущего и делать прогнозы, то, вероятно, этим могут овладеть и сами ученые. Считается, что первую наиболее эффективную систему прогнозирования создал историк Игорь Бестужев-Лада. 8 марта 1956 года, рано утром, мне пришла в голову мысль, если можно исследовать и нужно прошлое, и это называется история, то почему же нельзя исследовать будущее? И мне сразу же пришло в голову название науки, которая может исследовать будущее. футурология. В СССР был создан мощный коллектив из специалистов в различных областях науки. Однако вскоре все исследования будущего были засекречены. Как потом выяснилось, прогнозов прежде всего опасалась партийная верхушка, которая и разрешила подобные разработки. Футурологи, заглянув на несколько лет в будущее, узнали смертельно опасную для всех партийных чиновников тайну. Была создана специальная компьютерная программа, которая моделировала соразвитие СССР и США. Учитывалось много факторов. Демографические, экономические, изменение климата, даже возможные катастрофы тоже учитывались. Программа работала достаточно долгое время и выдала результат. СССР не выдержит гонки вооружений и противостояния США. В СССР начнется гражданская война. Подтверждением правильности прогноза было то, что ЭВМ предсказала экономический кризис в США в середине 70-х годов, который действительно настиг Америку в 1975 году. Партийные чиновники были напуганы предсказаниями футурологов и поспешили свернуть все работы в этом направлении. Вторую жизнь футурология обрела на Западе. Эффективность прогнозирования будущего особенно оценили военные и спецслужбы. Американцы, например, когда они выводили войска из Вьетнама и когда они занимались операцией «Буря в пустыне», они применяли технологические прогнозы, что делать, бросать атомную бомбу на Вьетнам или не бросать, что произойдет, если бросить, что произойдет, если уйти. И таким образом уход из Вьетнама был целиком основан на прогнозах. Но несмотря на то, что современные футурологи используют самые мощные компьютеры и специальную новейшую технику, главным способом прогнозирования будущего оказывается изучение прошлого. Один из методов аналогии. То, что было похоже в прошлом, обязательно повторится в будущем. Особенно это заметно на примере политических событий. Сейчас уже не нужно быть пророком для утверждения. Любая революция непременно закончится тем или иным террором. Развитие общества проходит согласно своим законам, зная которые, не так сложно предсказывать будущее. Прогресс науки и техники также имеет ряд закономерностей. Эволюция техники приводит к тому, что первоначальное изобретение становится все более совершенным и уменьшается в размерах. Первые компьютеры занимали целые здания. Теперь они умещаются на ладони. То же самое касается и телевизоров, и даже автомобилей. Но сами футурологи признаются, что могут предвидеть будущее только в общих чертах. Что касается подробностей, деталей, то здесь наука бессильна. Современные ученые не могут сделать то, что удалось фантасту Моргану Робертсону в конце 19 века. Робертсон написал и сам «Титаник», и его гибель с поразительной, почти стопроцентной точностью. Даже в мелочах. Водоизмещение, выдуманного Робертсоном «Титана», составляло чуть менее 70 тысяч тонн. Реального «Титаника» 66 тысяч. На обоих пароходах было установлено 4 трубы. А высокая скорость в 25 узлов и в первом, и во втором случае обеспечивалась благодаря работе трех грибных винтов. И «Титан», и «Титаник» шли под английским флагом. И капитаны этих кораблей стремились как можно быстрее пересечь Атлантику, чтобы поставить рекорд. Погоня за рекордом в обоих случаях закончилась ужасной катастрофой с толкновением с айсбергом. Больше всего меня удивляет, как именно Робертсону удалось предвидеть, что катастрофа произойдет именно в апреле. Да еще назвать фамилии тех, кто будет в этом рейсе. А когда его спросили, как ему это удалось, узнать все подробности гибели «Титаника», он сказал, что он даже не пытался ничего предвидеть. В работе над романом «Крушение Титана» Робертсон просто описывал те образы, которые возникали в его воображении, когда его посещало вдохновение. Недаром Пушкин это сформулировал, что даль, когда он говорит, что даль свободного романа, я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Это же он сформулировал для нас, что творчество – это магический кристалл, через который человек смотрит на реальность, и она перестраивается, когда взгляд проходит через этот магический кристалл. 18 ноября 2005 года в выпуске теленовостей появился сюжет, посвященный пожару в многоэтажном здании в Сетуньском проезде в Москве. Друзья писателя Дмитрия Сафонова, смотревшие вместе с ним телевизор, были уверены, что 25-этажная башня несомненно выстоит перед огненной стихией и обойдется без жертв. Они обсуждали, какие новые противопожарные системы могут находиться в московском небоскребе. Дмитрий Сафонов не принимал участия в дискуссии. Он с каменным лицом наблюдал кадры горящего дома. Когда Сафонова спросили, что он думает об этой ситуации, писатель ответил, боюсь, что люди погибнут. За два месяца до трагедии вышел в свет первый роман-катастрофа Дмитрия Сафонова. Он назывался «Башня». В романе описывался пожар, возникший в московской высотке. Согласно книге, многоэтажный дом был построен по последнему слову техники. Однако противопожарная система не смогла справиться с разбушевавшимся пламенем, и люди оказались в огненной западне. Единственный способ эвакуации был через крышу. Но пожарные лестницы не дотягивались до нее, а вертолетные команды были просто не готовы к подобным мероприятиям. Люди оказались обречены. Когда Сафонов увидел на экране телевизора кадры пожара на Сетуньском проезде, то испытал настоящий шок. Безусловно, боль, потому что это трагедия, погибли живые люди, но предвидел ли я это? Хотел ли я в чем-то предвосхитить событие? Сафонов утверждает, что работая над своим первым бестселлером, он меньше всего думал о предсказаниях и пророчествах. Идея романа пришла внезапно, как озарение, когда Дмитрий Сафонов прыгал с парашютом на Тушинском полигоне. Это было летом, на закате, вечером. И вот, когда мы плавно опускались под куполами парашютов, внизу безумрудное море травы, а на востоке такой апельсиновый диск солнца, он садился, и на его фоне одна из многоэтажных новостроек выглядела как-то зловеще. Сафонов не мог понять, что могло вызвать у него подобное тревожное ощущение. Через несколько дней он увидел сон, который послужил толчком для написания башни. Практически то же самое, то есть на фоне заходящего солнца, вечернее небо, это многоэтажка, и на крыше стоят люди, и вертолет пытается их снять. Вот из этого зрительного образа родился весь роман «Башня». То есть все, образ был уже готов, были заданы какие-то рамки, я уже понял, что с домом что-то не то, и людей нужно спасать. Границы были очерчены. А потом я стал уже населять персонажами и фабулу какую-то сочинил. В первом варианте романа жители злополучной башни должны были пытаться спасти при помощи особой пожарной лестницы, так называемого «скайлифта». Этот реально существующий агрегат способен эвакуировать людей даже с 90-метровой высоты. По замыслу Сафонова, «скайлифт» прибывает на место катастрофы, но не может начать спасательную операцию. Ему мешают приблизиться к башне припаркованные машины и гаражи ракушки. Пока пожарные пытаются расчистить площадку для своего оборудования, уходит бесценное время. В окончательном варианте Сафонов отказывается от спасательной лестницы. Писателю кажется, что 25-этажное строение – не тот масштаб для романа «Катастрофы». В новом варианте высота башни превышает 100-метровую отметку, и героев романа теперь могут спасти только при помощи вертолётов. Однако судьба решила реализовать сразу два варианта романа. Когда в реальности загорелась высотка в Сетуньском проезде, к ней был направлен «скайлифт», но он не смог начать работу из-за припаркованных машин. Пока готовили проезд, огонь проник в квартиры, и несчастные стали выбрасываться из окон. Людей, которые оказались в огненной западне на верхних этажах, можно было бы спасти при помощи вертолёта. Но спасатели отказались от этого варианта, узнав о конструктивных особенностях московского небоскрёба. Именно эта ситуация была описана в окончательном варианте романа. Из романа «Башня» пришлось столкнуться с неожиданным препятствием. Вертолётная площадка в башне не была предусмотрена для машины такого класса, какая находилась в распоряжении МЧС. Размах лопастей был слишком велик для того, чтобы можно было без риска посадить вертолёт в непосредственной близости от стального шпиля, венчающего здание. Второй литературный блокбастер Сафонова «Метро» продолжил черёд мрачных фантастических пророчеств. Несмотря на то, что роман был опубликован после башни, замысел его родился намного раньше. План романа, описывающего катастрофу в московском метрополитене, возник ещё в январе 2004 года. Всего лишь через месяц страшные фантазии становятся реальностью. 6 февраля 2004 года на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая взрывается поезд. В результате этого теракта погибает 41 человек. 250 получают ранения. В этом же году происходит взрыв в вестибюле станции «Метро Рижская», которая убивает 10 человек. Фантастические предсказания Сафонова превращаются в реальность с пугающей быстротой. И это вызывает беспокойство даже у издателей. Кстати, самое забавное то, что издательство, которое это потребовало, оно так и не выпустило, оно так и не решилось выпустить мои книги на рынок. Свои новые книги «Метро» и «Эпидемия» Сафонов отнёс в другое издательство. Роман «Метро» стал бестселлером, а «Эпидемия» заставила поволноваться не только обычных читателей, но и людей в погонах. Врач по образованию Дмитрий Сафонов со знанием дела описывал страшное заболевание, которое распространяется с удивительной быстротой. Перед эпидемией оказывается бессильная современная медицина, и это приводит к настоящей катастрофе. Согласно описанию Сафонова, всё начинается как обычный грипп. Высокая температура, головная боль. На какой-то момент больному становится легче, но вскоре наступает самый страшный этап болезни. Появляется кровавый кашель. Человек в буквальном смысле выплёвывает свои лёгкие. Мелкие сосуды в мышцах и внутренних органах разрушаются. Возникают многочисленные кровоизлияния, которые приводят к неминуемой смерти. Несмотря на то, что роман «Эпидемия» стал бестселлером, издатели пока не спешат с повторной публикацией. Согласно прогнозам врачей, в ближайшее время ожидается эпидемия нового вида гриппа. По своим клиническим признакам, этот грипп будет напоминать заболевание, описанное Сафоновым. Медики считают, что роман «Эпидемия» может спровоцировать панику. Вероятно, издатели прислушались к мнению врачей, а, возможно, в игру вступили какие-то более могущественные силы. В своём романе Сафонов описал военную технологию, которая до публикации эпидемии считалась секретной. Смертоносный вирус активизируется при помощи электромагнитного излучения. Такая технология позволяет практически без проблем инфицировать миллионы людей. Никто не будет догадываться, что вирус уже в нём, пока кто-то там не нажмёт кнопку, и тогда миллионы людей заболевают практически одновременно. Писатели могут предсказывать не только глобальные перемены или катастрофы, но и судьбу конкретного человека. Роман Алисы Паникаровской «По дороге в рай» был номинирован на престижную литературную премию Букера. В романе рассказывалось о судьбе молодых людей, которые стремятся покинуть провинциальный город и отправиться на поиски более счастливой жизни. Никто из героев не подозревает, что «По дороге в рай» их ждёт столько опасных испытаний. Не предполагала и сама Алиса, садясь за письменный стол, что строки её романа превратятся в страшные пророчества. Паникаровская писала персонажей своего романа с реальных людей. Сразу после его публикации Алиса подарила книгу Олегу, который был прототипом одного из главных героев. Алиса извинялась перед Олегом, что его литературный двойник умирает. Описание смерти позабавило Олегу, ведь он не умеет водить машину, а его выдуманный двойник погибает во время автокатастрофы. Ровно через неделю после этого изуродованное тело Олега будут доставать с водительского сидения старенькой иномарки. Позже следствие установлено. Выезжая с заснеженной дороги на трассу, автомобиль забуксовал. Нужно было подтолкнуть машину, но Олег после недавней операции на ноге сделать этого не мог. Поэтому друг водитель предложил Олегу, чтобы тот сел на водительское место и нажал педаль акселератора по команде. К сожалению, Олег по незнанию дал слишком много газа. Машину вынесла на встречную полосу. Алиса Паникаровская уверена, что во время своего творчества писатель становится медиумом, который получает информацию из будущего. У меня такое ощущение, что просто открывается какой-то портал, ну, я не знаю, как это назвать по-другому, вот, открывается какой-то портал, и вот оттуда что-то такое, какой-то поток. Психолог Ирина Гальперина пытается разгадать, каким образом писатель превращается в пророка. Когда человек решает, ну, например, математическую или физическую задачу, у него задействована только небольшая, локальная часть головного мозга. А вот когда человек пишет рассказ, у него участвуют практически все участки головного мозга. Мнение психолога подтверждают и данные нейрофизиологов, которые при помощи специальной техники исследуют деятельность головного мозга. Литературное творчество позволяет активировать те зоны мозга, что обычно находятся как бы в режиме ожидания. Возможно, именно эти участки мозга и отвечают за пророческие способности. В своем учебном центре Ирина Гальперина помогает пробудить наши дремлющие паранормальные способности. Об эффективности этих попыток говорит простой эксперимент. Испытуемый должен угадать, какая цифра появится на экране компьютера. Первоначально количество совпадений минимально. Однако после того, как Гальперина дает клиентам задание написать небольшое литературное сочинение, в большинстве случаев это сказка или фантастический рассказ, то количество угадываний начинает превышать статистическую норму. Бывали очень удивительные случаи. Например, одна девушка назвала с точностью до часа встречу со своим будущим мужем. Она даже точно описала его внешность. И это повторилось в реальности. Чаще всего те, кто хочет заглянуть в будущее, по методике Гальперины пишут прозу. Но сама психолог советует, чтобы ученики попробовали себя в поэзии. Я вообще считаю, что ритм стиха вводит человека в своеобразный пророческий транс. Возможно, поэтому самые известные в истории предсказания Катрены Нострадамуса написаны стихами. И до сих пор исследователи спорят, чем вызваны удивительные пророческие прозрения Нострадамуса, знаниям астрологии или поэтическим талантам. Мистический страх перед поэтами испытывал даже самый могущественный властитель 20 века. Сталин опасался поэтов, опасался Пастернака, опасался Осипа Мандельштама от того, что они могут что-то такое нашаманить. Поэт действительно через экстатические состояния, через экстаз, связанные вот с этой вербальной работой, с работой со словом, может выходить в некую сферу свободы и в некую открытость матрицы для него самого и для мира. По просьбе съемочной группы Ирина Гальперина предложила своим ученикам пофантазировать на тему того, что ожидает нас в ближайшем будущем. Но теперь прогнозы должны быть не в форме стихов или рассказов, а в виде рисунка. Психолог пытается работать не только с пророческим словом, но и с картинами будущего. Ведь история искусств знает немало примеров, когда именно художникам удавалось запечатлеть образ грядущего. Уверен, что художники не только могут, но и передвидят будущее во многом. Художники, как и профессионалы, все по-своему, это камертон, настроенный на определенную чистоту. И, конечно же, вдохновившись желанием увидеть будущее, художник, в конце концов, его видит. Я, наверное, процитирую сам себя, но каждый художник – это линза, через которую информация попадает на нашу планету. В одной из сентябрьских ночей 2001 года Кирилл Мурзин работал над картиной. В воображении у художника явился образ двух башен-небоскребов, над которыми угрожающе завис какой-то странный летательный аппарат. Нарисовал башни. Причем я нарисовал башни какой-то архитектуры, которая мне представилась, и, по сути дела, я и знать-то не знал, и не понимал тогда, конечно же, и после этого долго не понимал еще, что это тот самый торговый центр, так сказать. Эти башни, на которые наклеил линзу огромную, то есть как бы привлек к этому внимание. Ну, это странная вещь, в общем-то. На следующий день Мурзин, затаив дыхание, смотрел телевизор, показывающий кадры самого страшного теракта в истории человечества. Террористы-камикадзе таранили башни-близнецы Международного торгового центра. Вот в чудовищных помехах увидел падающие башни. Причем это было первое, что я увидел проснувшись. Это было довольно странно. Я даже не понимал, зачем я его включил. Я его вообще никогда не включаю. Телевизор. Несмотря на то, что его первый пророческий опыт связан со страшным терактом, Кирилл Мурзин не боится заглядывать вперед. Наоборот, тайны будущего притягивают художника. У меня однажды в детстве был случай, когда я даже не помню, в связи с чем проснулся посреди ночи, в полном ужасе от того, что я никогда не увижу будущего. Не так давно судьба предоставила Кириллу еще один шанс заглянуть в будущее. Ему предложили разработать художественную концепцию первого в истории России научно-фантастического блокбастера «Обитаемый остров», который является экранизацией одноименного романа «Братьев Стругацки». Идеи Кирилла Мурзина обрели воплощение при помощи художника по костюмам Татьяны Мамедовой и дизайнера моды Кати Филипповой. Художники создали одежду, бытовые вещи и даже ювелирное украшение людей будущего. Беспрецедентный по российским меркам бюджет более 36 миллионов долларов позволил создателям фильма привлечь к работе лучших специалистов в своем деле, которые, используя самые современные технологии, сумели превратить съемочную площадку в настоящий мир 22 века. Съемка проходила ночью, был какой-то такой туман на берегу моря, такая тишина, что атмосфера была какая-то такая не совсем земная. А вообще-то художники, режиссер, они очень сильно постарались и много было таких мест, которые все-таки должны были сильно отличаться от земли. Но еще большее впечатление на Сергея Гармаша произвела съемка в подземном городе, куда попадает его герой Зев. И вот когда ты все это наблюдаешь внутри горы, тоннель, куда заходит поезд, а потом ты там видишь пространство высотой в 9-10 этажей, и вниз только же, и дальше, и в глуби, так все, то, конечно, это фантастически. Когда понимаешь, в какие времена и какими, наверное, силами это сделано. Актерам казалось, что мир, созданный на съемочной площадке, это настоящий реальный мир 22 века, существующий параллельно с нашим. Многие из тех, кто рискнул вступить на территорию этого мира, столкнулись с самыми невероятными явлениями. В судьбе актеров стали происходить те же самые события, что переживали их герои. Однако сами актеры решили, рассказывать об этом еще не время. Какие-то совпадения небольшие, что-то такое добыло, это лично я не могу рассказать об этом. В отличие от актеров, участники психологического эксперимента не скрывали от нас результаты своего пророческого творчества. Хотя итоги этих опытов очень сильно обеспокоили психолога Ирину Гальперину. Ну, честно говоря, да. Я испытала небольшое эмоциональное потрясение. Везде одно и то же. Землетрясения, многомиллионные человеческие жертвы. Картины действительно оказались очень похожи друг на друга. Разбушевавшаяся природа уничтожала земную цивилизацию. Сейчас вообще люди живут с ощущением какой-то грядущей катастрофы. Это землетрясение, жертвы, конец света одним словом. Ну, это очень тревожные симптомы на самом деле. Фантасты предрекают бесчисленные катастрофы, которые устраивает взбесившаяся природа. Но кто виноват, что природа сошла с ума? Фантасты признают, что вина лежит на самом человеке. Жадность и эгоизм, которого помноженные на колоссальные возможности техники, приводят к настоящему апокалипсису. Но актер Сергей Гармаш, сыгравший человека 22 века, считает, что, несмотря на мрачные прогнозы фантастов, у нас все же есть шанс. Знаете, наше будущее – это наше настоящее. Чем мы будем серьезнее относиться к нашему настоящему и бережнее. Вот в этом и будет заключаться наше отношение к будущему. Как мы растим своих детей, как мы их воспитываем, как мы относимся опять-таки к этой планете, какой след мы оставляем от себя сегодня. В этом и заключается наше будущее. Находясь на тонущем «Титанике», Сэм Клиффорд знал, что обречен. Ведь фантаст Морган Робертсон точно описал его смерть в холодных водах Атлантики. Однако реальный Клиффорд решил бороться до конца и победил. После катастрофы «Титаника» мировая пресса стала называть писателя Моргана Робертсона гением. Однако в своих новых статьях фантаст писал, что настоящий гений не он, а его друг, который спасся. Ведь предвидеть будущее не так уж сложно. Намного труднее изменить роковое пророчество. Редактор субтитров А.Семкин